В Самарской области будет увеличен лимит по транспортной карте для льготников до 90 поездок. Напомню, ранее было установлено ограничение в 50, затем в 60. Также будут изменены принципы денежных выплат работающим ветеранам, чья пенсия не превышает 13,5 тысяч рублей. Об этом заявил Дмитрий Азаров в своем первом большом интервью в новой должности для Самарского телевидения в эфире программы «Главная тема». Вопросы соцподдержки сегодня одни из самых острых в регионе. Над разработкой новых мер сейчас трудится специальная рабочая группа. Ее создание было одной из первых инициатив Дмитрия Азарова после назначения. Но глава региона подчеркнул, что люди не могут ждать. Решения нужны уже сейчас. Первое интервью Самарскому телеканалу в новом статусе. Вопросы, которые волнуют жителей региона и конкретные ответы. Больше всего обращений поступает по поводу мер соцподдержки. В начале года в Самарской области они были пересмотрены. И люди считают, что изменения несправедливы. Решения по корректировке мер социальной поддержки, которые были приняты в Самарской области, они не были восприняты людьми. Это наделало много шума не только в Самарской области, но и за пределами региона. Об этом известно всей России. И в Москве, конечно, тоже. Но вы знаете реакцию президента, который отдельно в ходе своей прямой линии сказал, что знает, что вот такой вопрос есть, и мы будем с этим разбираться. Сейчас этой темой занимается специальная рабочая группа. Решение о ее создании было одним из первых, которое принял Дмитрий Азаров в статусе главы региона. В обсуждении вопроса участвуют не только члены областного правительства, но и все фракции Губернской думы, представители общественной палаты и сами ветераны. Главная задача, которая назрела, полностью пересмотреть и разработать новые принципы предоставления социальной поддержки всем категориям граждан. Но люди не могут ждать, когда мы эту систему разработаем вновь. И я понимаю, что нужны решения уже сейчас. Так вот, пока рабочая группа трудится, и она продолжит свою работу по разработке новой системы мер поддержки, я принимаю решения. Ну, во-первых, то, что касается перевозки граждан. Вы знаете, что было ограничение сначала 50 поездок, потом 60. Мы увеличиваем количество поездок до 90. При этом отчетность о том, какое количество поездок используется жителями и есть ли потребность в увеличении лимита, должна предоставляться главами муниципалитетов. Руководитель области отметил, если человек не укладывается в 90 поездок, то ситуацию рассмотрят в персональном порядке. То, что увеличили поездки, очень хорошо. Но это очень мало. Потому что я на пенсии работаю, и мне не хватает. Нужно с одного конца города на другой переехать и пересесть на несколько транспортов. Это хорошо, потому что у меня вот сестра, у нее дача, она на дачу ездит. Вот я сегодня получаю пенсию 10 тысяч. Я ей сегодня звоню, говорю, приезжай ко мне на уху. Она говорит, не приеду, потому что занималась дачей, уже все талончики прокатала. У нее осталось пять талончиков. Она говорит, не приеду. Дмитрий Азаров подчеркнул, без поддержки нельзя оставлять и работающих ветеранов труда. Если пенсия не превышает среднего размера, установленного в Самарской области, это 13,5 тысяч рублей, они должны получать выплаты. Независимо от того, работает ветеран или нет. Не надо обижать стариков. Тем более, если они поработали, как я, 50 лет, мне бы очень помогло. А они ведь зарабатывают это дело, они с горбок. Я думаю, пенсионеры чаще всего работают именно потому, что на нашу пенсию трудно прожить, если совсем не прожить. Если будут сохранять пенсию работающим пенсионерам, я думаю, чаще всего это хорошо. Ну, за исключением, может быть, тех случаев, когда там получают деньги, бог знает какие. Во время эфира руководитель области ответил на десятки вопросов. Они касались разных тем. Строительство школ и поликлиник, спортсооружений. Речь шла об обманутых дольщиках, проблемах ЖКХ и благоустройства, а также о подготовке к Чемпионату мира по футболу. Дмитрий Азаров подчеркнул, при решении каждой проблемы обязательно будет учитываться мнение людей. Глава региона отметил, что назначение в Самарскую область для него двойная ответственность. Он поблагодарил президента России за доверие и всех жителей региона за поддержку. Я человек, для которого Самарская земля, родная земля, и я этим горжусь. Это моя малая родина, сердце России, сердце великой страны. Я благодарю вас за поддержку. Я уверен, что эта поддержка перерастет во взаимопонимание. И любая задача нам будет по получу. С любыми сложностями мы справимся вместе. Виталий Портнов, Кирилл Козин, Тимур Набиев. Новости губернии.